Как сказал один культовый психопат Муссон Мемы, причина, по которой вы до сих пор пользуетесь соцсетями, зависаете в мессенджерах и, порой, это причина, по которой вы играете в игры. Да, игровая индустрия имеет свойство подстраиваться под любой тренд и мемы исключением не являются. Стоит какой-нибудь смешной картинке, видео или истории завируситься, как тут же найдется команда энтузиастов, жаждущих урвать свой кусок от пирога всеобщего хайпа. И пускай большинство таких проектов, мягко говоря, паршивые, но бывают и исключениями. Добро пожаловать на X-Delay, уважаемые мемологи. Думаю, вы уже поняли, что сегодня мы будем изучать хроники борьбы за вайкальскую водицу, научимся бегать от военкома, поймем премудрости козлиной жизни и даже получим свою альтушку. В общем, составим список игр по мотивам мемов, которые либо действительно хороши, либо настолько плохи, что даже не грех и похвалить. Наливайте себе кротовухи, доставайте пока закуски, а мы тем временем хотели бы поблагодарить наших бустеров, YouTube-спонсоров и патронов. Без вашей постоянной поддержки канал бы давно повторил мем Directed by Robert Bjorn. Так что ваш вклад неоценим. Плюс 100 очков социального рейтинга вам и кошку-жену в дом. Что ж, теперь самое время поговорить о мемах. Мемы, порождаемые постсоветским пространством, это настоящий феномен современной культуры. В отличие от мемов западного образца, которые более-менее понятны даже Ивану город Тверь, наши пошутейки кажутся иностранцам чем-то странным и забавным, в то время как у местного населения вызывают скорее легкую грусть и ностальгию. Вот, к примеру, избитая тема любого обладателя XY-хромосом, достигшего 18 лет, «Армейка». Срочная служба в России — это настоящий генератор мемов, анекдотов и страшилок разных мастей. Естественно, подобная животрепещущая тема просто не могла обойти стороной игры. Вот, к примеру, есть игра с простым и понятным названием «Симулятор побега от военкомата». И это, пожалуй, одна из тех игр, которые настолько плохие и всратые, что даже хорошо. Вы — обычный сыч, обитающий в древней панельке, зависающей в Доке 2. Казалось бы, живи, радуйся, да сиди на имиджбордах. Но тут раздался стук, и жизнь изменилась до неузнаваемости. Как понятно из названия, ваша цель — спасти своё тщедушное тельце от армейского сапога военкома. А вот как вы будете это делать — это отдельная история. Придётся и постараться не повестись на женские чары, и найти потайной выход в квартире, представляющей собой музей мемов. И, конечно же, сбежать. Реализация у данного симулятора достаточно паршивая, а её разработчик умудрился попасться на накрутке отзывов, за что проект был нещадно выпилен из Стима. Однако это действительно забавная, пусть и до тупения нелепая игра. В ту же копилку можно закинуть побег из Грустовии. Проект этот на несколько более... актуальную тему, так что говорить о нём придётся очень осторожно. Однако суть похожа на предыдущий проект. Нужно свалить по добру-поздорову от нагрянувшей армейки и ожидаемо отыскать способ побега из Грустовии. По части кривизны Escape from Грустовия смело переплюнет симулятор побега из военкомата, но при этом содержит куда более ядрёную и злободневную коллекцию мемов и шуток. К примеру, один из ваших вариантов прохождения — скрыться в казахских степях. Ну или увязнуть в километровых пробках на границе, если свернёте не в ту сторону. А, кстати, если вы ещё не сбежали из Грустовии, то ответьте в комментариях на вопрос. Вы свою альтушку на госуслугах уже забрали? Мы вот советуем сделать это прямо сейчас, ведь в Стиме вышла игра с говорящим названием «Альтушка для Скуфа». Сделал её не абы кто, а весьма душевный мужик и автор неплохих комиксов — Терлецкий. Да ещё и при сотрудничестве с весьма мемной персоной — пророком Санбоев. «Альтушка для Скуфа» — это визуальная новелла, в которой вы можете заромансить одну из сразу трёх очаровательных представительниц неформального образа жизни. Много говорить не будем, проект короткий, но забавный и самобытный, так что лучше сыграйте сами и заодно напишите, кого из троицы забрали со Скуф услуг. Если отойти от чисто российского быта, то мы просто обязаны вспомнить недавний мем-хит «Fuck you, bitch». Вот, казалось бы, чего можно ожидать от игры с названием «Иди нахрен, ведьма». Явно не шекспировской драмы, тяжёлых моральных выборов и тому подобного. В общем, чтобы вы не придумали, разработчики вас всё равно переиграли, ведь тут вам придётся натурально слать ведьму на три весёлые буквы. Вы обычный такой степной казах, которого во сне начала кошмарить злобная нечисть. Что делать? Правильно, готовить бешбармак, бегать по своим степям и материть злосчастное создание, чтобы отпугнуть его. При этом высказывать своё неуважение к колдунье можно как целым списком заготовленных фраз, так и используя микрофон. Разработчики ведьмы решили довести до абсурда каждый аспект и при этом действительно старались над своим детищем. Ну а сцена с шампунем «Жумай Сенба» вообще вызовет истерический смех у любого неожидающего подвоха геймера. Мы вот специально её не покажем, так что готовьте бешбармак и материте ведьм сами. Тем более, что из современности мы переносимся в мрачное прошлое. Да, вы правильно поняли. Сейчас поговорим про русов против ящеров, как же без этого. Как-никак, эта игра, которая при всей своей максимальной всратости, упоротости и кривизне, оказалась лучше смуты от Сайберия Нова. Мы не будем подробно повторять всю историю мема, ведь вы и сами знаете, за что русы лили кровь, почему ящеры так неровно дышат к байкальской водице и при чём тут гиперборея. Просто повторим для непосвященных основные тезисы. Мем про русов и ящеров пошёл от шизоидных пародийных лекций профессора Багирова, которые представляют собой утрированные сюжеты с РАН-ТВ. Ну то есть злые рептилоиды хотели всех убить и поработить, и только отважные воины Руси смогли спасти мир. Игра «Русы против ящеров» вышла на пике популярности мема и при этом умудрилась не просто удачно подхватить волну хайпа, но и превратить её в сметающий всё поток. Серьёзно, выходила, выходит и будет выходить множество игр по мемам, но ни одна не смогла стать настолько успешной, как «Русы против ящеров». И это при том, что работает она, ну, как игра от Bethesda на релизе. То есть, если не вылетела, не словила софтлок и не убила тебя багом, скажи спасибо. Однако это детище сумрачного гения, буквально сшитое белыми нитками из мемов разной степени упортости, умудрилось запасть людям в душу. Игра уже получила DLC, готовится или уже вышло коллекционное издание. Да даже комиксы, чёрт возьми, выпустили по этой теме. Вот как нам кажется, если разработчикам «Русы против ящеров» дать бюджет хотя бы уровня смуты, то они смогут собрать хороший проект. Ребята горят своей идеей и умеют делать игру весёлой, пусть и кривой до ужаса. Забавно также, что игра по мотивам мемов в результате породила пародию на саму себя. В общем, предупреждаем сразу. Руки на стол, чтоб видели. А лучше вообще лайк ткните, чтобы без дела не сидеть. Как-никак на экране сейчас «Русы не против ящеров». Что это? Это, скажем так, история о духовной и телесной близости между жителями Руси и их чешуйчатыми недругами. Тут вы можете довести отношения как с человеческими, так и с рептилоидными женщинами до совершенно нового уровня близости. И этим всё сказано. Эээ... Давайте лучше, что ли, снова к симуляторам вернёмся. Те, кто застал интернет образца 2010-х годов, явно помнят, как тогда хайпанули игры симулятора. Серьёзно, народ был готов играть в симулятор чего угодно. От фермера до камня. И пока одни разработчики вовсю пытались выжать максимум из тренда, другие не стеснялись глумиться. Вот, например, классика жанра. God Simulator. Проект, выросший из шуточной демки, сумел нешуточно завируситься на YouTube, обзавёлся сразу несколькими пародийными DLC и даже успел заколабиться с Payday. Однако, речь в этот раз пойдёт не о первом симуляторе козла, а о третьем. Да, Coffee Stain, в отличие от Valve, считать до трёх умеют. Пусть и забывают про двойку, так что вышло сразу God Simulator 3. И пускай тренд на симуляторы сошёл на нет, и сейчас выходят разве что медитативные проекты, вроде поварских, менеджерских и иных симуляторов, но God Simulator 3 вышла тогда, когда она была нужнее всего. Это уже не просто кривая и смешная игра про козу, которая портит всем жизнь. Нет, это жирная, ничем не прикрытая и при этом хорошо работающая сатира на современную игровую индустрию. Тут есть практически все смертные грехи игропрома. От затянутого вступления в Скайримовской телеге, до захвата башен, выполнения ненужных достижений и кооператива. Козлим сразу с друзьями. Привносим разрушения сразу в больших масштабах. Притом God Simulator 3 — это неиронично хорошая и весёлая игра, которая незаслуженно была обделена вниманием на релизе. Сейчас она доступна и в Steam, и в Epic Games Store, и на консолях, так что у вас просто нет причин не играть в неё. Напоследок также докинем ещё один неплохой мемный симулятор. Симулятор бомжа. Вообще, бом-симулятор — проект с достаточно сложной историей. Он успел хоть немного дозавируситься в интернете своим первым трейлером, но провисел в виш-листе у людей настолько долго, что про него многие попросту забыли. А ведь на самом деле это достаточно забавная штука, смеем вам сказать. Вот вы когда-нибудь задумывались, каково это быть бомжу? Тут вы можете узнать об этом на практике, ведь придётся и жильё из картонок строить, и собирать всякий хлам на продажу, и искать съедобные объедки в мусоре. Да даже свою ферму боевых голубей можно организовать, чтобы отбиваться от враждебных бомжек-ланов. И на самом деле это попытка быть всем и сразу проект и губит. Перед нами поверхностная попытка скопировать GTA вплоть до загрузочных экранов и звёзд розыска. Да ещё и с примесями от других проектов, вроде строительства из Fallout 4 или чернухи из Postal. Игра пытается быть буквально пародией на всё сразу, из-за чего у неё теряется её бомжеватый шарм из начала. Весёлый ли проект BAM Simulator? Чёрт возьми, да. Где ещё можно закидать копа голубями или попытаться раскрыть заговор компании, делающей из обычных людей бомжей посредством похищения мозга? Это весело и даже увлекательно, но при этом, в отличие от God Simulator, BAM Simulator не уходит дальше примитивного веселья. Это неплохой проект, который может развеселить вас шутками и мемами, но не более того. А ведь если бы разработчики не пытались запихать в игру как можно больше всего и остановились на идее создания мемного симулятора бездомного, то это мог получиться небольшой инди-шедевр, как это было с симулятором козла. Вообще, игры по мемам — это и зло, и благо одновременно. С одной стороны, это лёгкий способ для разработчика привлечь внимание и набить руку на чём-то простом. А с другой стороны, это практически неиссякаемый конвейер мусорных проектов, вроде всяких симуляторов чушпана, симуляторов гопника и тому подобного игромусора. Вы, в свою очередь, можете написать в комментариях, какие ещё стоящие игры по мемам стоило бы упомянуть. Возможно, мы даже сделаем продолжение этого ролика. И, конечно же, мы вновь выражаем благодарность нашим бустерам, ютуб-спонсорам и патронам за поддержку канала. Для вас вещали xDelete, ещё услышимся, и помните, чтобы забрать альтушку в госуслугах, придётся прокачаться в танках и оскуфить. Такова цена.